Певица Елена Ваенга обрушилась критикой на тихую пенсионерку из Тюмени. Артистка неожиданно обратила внимание на кулинарный блог, который ведет домохозяйка, и написала неприятный комментарий. На страницу пенсионерки обрушилась слава, а вот Ваенге пришлось закрыть свой инстаграм. Ян Воскресенский поговорил с юристами и выяснил, что у этой истории есть судебные перспективы. Вот обычно здесь за столом мое место сажусь. Она публикует сторис и умеет делать скриншоты. Возрастной блогер из Тюмени пенсию теперь коротает в интернете. Рецепты, жизненные советы и воспоминания. Бабушкин дневник в модной социальной сети молниеносно набрал популярность. Людям рассказываю, как я тесто могу поставить, как я пирожки могу выпить. И надо было на ее пирожки наткнуться популярной певице. Елена Ваенга оставила неожиданно злой отзыв. Божечки, какой добрый, милый, безобидный аккаунт. Добро, пирожки, внуки. А на самом деле это просто бизнес-страница. А еще богатым столом пенсионерку попрекнула. Бабушка из Тюмени Ольга Ивановна говорит не сразу и поняла, что ее хотят обидеть. Еле пробралась сквозь специфическую пунктуацию певицы и очень расстроилась. Ну какой говорит бизнес? У меня там все свое. Выпечку свою делаю. У меня кроме этого ничего на столе не было. У меня там ни икры заморской, никаких дликатесов не было. Даже колбасы не было. Но певицу было не остановить. Едкими замечаниями она разбавила восторги от бабушкиных рецептов. Пусть все останется на ее совести. Бог есть судьба. А вот юристы вполне видят здесь еще и судебные перспективы. Когда публичное лицо обращается к любому гражданину и начинает его оскорблять, это в принципе ненормальная ситуация. И конечно суд с учетом того, что это публичное лицо может компенсировать какую-то большую сумму, на мой взгляд должен и это учитывать. И ведь острый язык уже довел певицу до суда. Во время Владивостокских гастролей местный блогер обвинил Ваенгу в завышенных требованиях. Звезда парировала как умеет. Утром просыпаюсь, смотрю на экране телефона. Иди на три буквы, это тебе захамло. Прокуратура Приморского края подала в суд на Илену Ваенгу, но к сожалению они проиграли, потому что был срок исковой давности. Блогер из Тюмени не собирается реагировать на остроты певицы. За нее это сделали многочисленные подписчики. Они пристыдили артистку, устроили гневный флешмоб на ее странице. Когда стало ясно, спуску не дадут, Ваенга ушла в глухую оборону, которую держат ее сотрудники. Все комментарии, которые Елена бы хотела дать, она написала у тебя в аккаунте. Все, что Елена может сказать, написано там. Но свою страницу раздосадованная артистка уже закрыла от посторонних глаз. Видимо, замучили ее защитники. А ведь попробовала бы она так со звездным персонажем поступить, а не с Тюменской бабушкой. Мощно детей было найти со своего круга какого-то человека. Из ним, как говорится, бодаться. А я обыкновенная простая женщина. Я не могу понять, почему она со мной именно, именно со мной так вот обошлась и написала такие комментарии в мой адрес. После скандала блог про пирожки и огород теперь вполне может соперничать со страничками настоящих звезд. На бабушку в интернете обрушилась слава. Вот пока мы с вами говорили, у меня еще 100 подписчиков пришло. При поддержке подписчиков она уже забыла про обиду и вернулась к рецептам. Очередная премьера на ее странице «Шоколадный торт». Благодаря блогеру из Тюмени теперь его смогут приготовить десятки тысяч человек. Четыре тысячи одиннадцать человек нравится и уже 214 комментариев. Яна Скристенский, Мария Савицкая, Татьяна Кузьменко. Известие специально для Пятого канала.